Ростовская область В Ростовском цирке накануне открытия массово сократили сотрудников. Уволен и его директор Дмитрий Резниченко, сообщает сайт Росгосцирка. Напомним, 9 апреля из-за нарушений правил пожарной безопасности Ростовский цирк приостановил работу на два месяца. Однако возобновление работы все равно откладывалось и актуальная дата открытия – 29 октября. Городской центр управления пассажирскими перевозками возьмет на себя дополнительные функции, как сообщили при службе администрации города. Диспетчерские службы эвакуаторов автомобилей и социального такси Ростова создадут в центре ИТС. Ростовская область Ростовская область Российские авиакомпании могут прекратить работу. К этому приведет перенос серверов на территорию страны. Об этом пишут сегодня ведомости. По новым требованиям Минтранса, через два года все базы данных авиакомпании нужно перенести на территорию России. Авиаторы отмечают, что такая миграция может занять от двух до четырех лет. В это время компании рискуют потерять миллиарды рублей прибыли. Кроме того, у перевозчиков исчезнет возможность взаимодействовать с партнерами по авиационному альянсу. Штормовое предупреждение По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно гриппом заболевают до 30% детей и 10% взрослых. Пик заболеваемости приходится на осенний-зимний период. Как не заболеть самому и защитить своих близких? Стоит ли проходить вакцинацию? И чем опасно самолечение? На эти и другие вопросы в программе «Коннект» ответит врач-педиатр Владимир Расторгуев. В ближайшую пятницу в 18.35 на нашем канале. С 1948 года на страже прав рабочих Федерация профсоюзов Ростовской области отмечает 70-летний юбилей. В честь праздника лучшим сотрудникам организации почетные награды. В зоне постоянного внимания профсоюзов находятся критерии достойного труда, такие как заработная плата, занятость, соблюдение трудовых прав, уровень социальной защищенности, охрана труда. Профсоюзы действуют прежде всего на локальном уровне, на уровне конкретной организации. И там, где работодатель притесняет работников, то ли безнаказанно увольняет, то ли выговоры без оснований делает, то ли лишает каких-то дополнительных выплат, там подключаются профсоюзы и помогают отстоять его права. На Дону профсоюзное движение родилось в послевоенном 1948 году. С тех пор ключевая задача организации не изменилась – обеспечение комфортных условий труда работающему населению. Для того, чтобы люди, уже приходя на работу, они понимали, что здесь, сегодня, они себя полностью отдают коллективу, они себя отдают предприятию, конечной продукции предприятия, они востребованы, они нужны. Вот это самая главная задача профсоюза. Мы, как соседи, и в те прошлые времена, когда были Луганской областью, когда была и есть Ростовская область, всегда сотрудничали. Потому что по-соседски жить в мире, в добре и взаимопомощи – это всегда была русская традиция. Сегодня в состав федерации входят 33 членские организации, более 4 тысяч первичных, около 200 районных и городских. Всего в рядах профсоюзного движения Дона порядка полумиллиона жителей Ростовской области. Субтитры создавал DimaTorzok